Где будет пик этого рыночного цикла? Что будет делать биткоин дальше? Вырастет ли он до 1 миллиона долларов? Этот график вот здесь отвечает на все эти вопросы. Это просто невероятный график, который взорвет твой мозг. Найти его все равно, что выкопать огромный кусок золота у себя на заднем дворе. Взгляни. Каждый январь каждого цикла здесь обведен желтым и красным. И паттерн очевиден. Два желтых января, два красных. Что это означает? Желтые это январи во время буллрана, растущего рынка. Красные же это месяцы после достижения исторического пика. Два во время буллрана, два после исторического пика. Два во время буллрана, два после исторического пика. Угадай, что произошло сейчас. Пока что только первый январь во время буллрана. Рост биткоина от этого дна рыночного цикла здесь до вершины нашей первой январской свечи в первом цикле. составил около 200%. Но то же самое произошло и в следующем цикле. От дна рыночного цикла до вершины январской свечи биткоин вырос на 200%. На этом парад совпадений не останавливается. Следующий цикл повторил такой же взлет на 200% от отметок на дне рыночного цикла до вершины первой январской свечи. И угадай что? С момента, когда биткоин достиг дна рыночного цикла до момента закрытия первой январской свечи булрана, он вырос на 200%. Тоже на 200%. Как ты видишь, существует множество подсказок относительно того, что произойдет дальше. Как и когда будет достигнута вершина этого рыночного цикла. А также еще несколько важных нюансов, о которых ты узнаешь в этом видео, если досмотришь его до конца. Ситуация накаляется. И поэтому тебе стоит прямо сейчас поставить лайк для того, чтобы взять ее под контроль. Поставил? На этом канале я не делаю никакой платной рекламы, никакой платной спонсорской поддержки, кроме добровольной. Никакого платного продвижения всяческих криптовалютных проектов. Хотя мне пишут такие предложения по 20 штук в день. Но единственное, что я прошу взамен, это просто палец вверх. Итак, это месячный график биткоина по отношению к доллару США. Закономерности, которые мы обнаружили на этом графике, просто дикие. Мне нравится, что у нас есть две январские свечи во время бычьего роста. Мне нравится, что мы видим также две январские свечи сразу же после окончания этого роста. Это происходит каждый раз. Мы достигаем дна медвежьего рынка, затем мы видим две январские свечи на булране. Мы достигаем пика бычьего рынка и видим две январские свечи на медвежьем рынке. Но эти две свечи, которые постоянно повторяются, имеют некоторые существенные инсайды, которые я хочу разъяснить. Если мы возьмем вершину этой январской свечи и отмерим, как много дней прошло до пика этого булрана, мы получим 670 дней. А как насчет этой первой январской свечи? Измерим от нее до вершины булрана и получим 700 дней. Первая январская свеча в этом булране 670 дней. Вторая январская свеча в этом булране 700 дней. Теперь давай перейдем к этой третьей свече в третьем булране. Здесь еще интереснее 670 дней. Итак, 670 дней от вершины первой январской свечи до вершины всего рыночного цикла, затем 700 дней и опять 670 дней. Сейчас мы видим эту первую январскую свечу, а значит исторически должно пройти либо 670, либо 700 дней, прежде чем мы достигнем пика всего этого рыночного цикла. И если это будет 700 дней, то это приведет нас к декабрю 2025. Как я уже говорил множество раз, в 2026 году начнется распродажа, возможно всех рынков, а не только рынка биткоина и крипта. Так что нам нужно подготовиться к этому сегодня. Но декабрь 2025 это потенциальный максимальный пик цены для биткоина в этом цикле, учитывая имеющуюся у нас информацию. Опять же, мы смотрим только на чистые факты, я не говорю о своих надеждах или своих прогнозах, нет. Это просто то, о чем говорит график цены. Декабрь 2025 вполне соответствует тому, что мы обсуждали раньше. Октябрь 2025 плюс-минус несколько месяцев. 2025 год очевидно станет тем, когда цикл достигнет своего окончательного пика. Но если мы измерим движение цены от вершины нашей первой желтой январской свечи до вершины булрана, мы увидим рост где-то на 16000%. Итак, первый цикл рост 16000%. Давай сохраним это значение на экране. Во втором цикле мы выросли примерно на 4000%. Второй цикл продемонстрировал сокращение доходности в 4 раза. Именно поэтому те, кто говорит, что в этом цикле биткоин достигнет 500 тысяч долларов, миллиона долларов и так далее, мне эти цифры кажутся нереалистичными. По крайней мере в этом цикле. Говорю это как про биткоинер. Давай просто посмотрим на факты. 16000% роста в первом цикле, 4000% во втором. А что же было в третьем? От вершины январской свечи до вершины булрана 600% доходности. Итого на протяжении трех циклов доходность падала с 16000 до 4000%, а затем до 600%. Доходность падает с каждым циклом. И все думают, что каким-то образом биткоин сейчас взорвется до миллиона долларов в ближайшие 12-18 месяцев. Факты говорят, что это маловероятно конкретно для этого цикла. Однако в долгосрочном будущем все возможно. Если изучить структуру циклов, первый был слишком параболическим, а вот второй цикл показал себя как по книге, красивый учебный цикл, который можно использовать для примера. Но вот третий цикл столкнулся с некоторыми проблемами. Это видно прямо здесь. В какой-то момент цикл длительное время даже двигался в боковике, в боковом движении. Мы даже можем назвать это как бы первой фазой рынка, второй и даже третьей фазой. Причем все три фазы затянулись. Сейчас, со стороны множества лет, что с тех пор прошли, этот цикл даже не выглядит бычьим. Это даже не смешно. Итак, 16 тысяч, 4 тысячи и 600 процентов. Что дальше? 20 тысяч процентов роста, чтобы достичь миллиона долларов? Нереалистично. Я люблю биткоин, я понимаю биткоин, его математическую природу, что перевернуло и изменило мою жизнь полностью 6 лет назад. И я хочу, чтобы он взлетел до миллиона долларов и верю, что когда-нибудь он это сделает. Но я реалист. Достичь таких отметок на пике этого цикла чисто исторически не кажется мне возможной целью. И об этом говорит график. Моя работа заключается в том, чтобы помочь изменить и твою жизнь, предоставляя факты на графике, которые помогут рассудку оставаться ясным и трезвым, а не эмоционально ведомым новостями и средствами массовой информации. Только так можно получать прибыль в трейдинге, не вестись на эмоции, действовать рассудительно и четко по плану. Если взять любой из этих циклов, на графиках нет никаких фактов и аргументов, которые бы говорили, что этот цикл мы закончим на отметке в 1 миллион долларов. Но что же должно произойти дальше? Мы закончили формирование первой желтой январской свечи. И следующая, вторая январская желтая свеча будет еще интереснее. Ведь если мы посмотрим на предыдущие желтые свечи, то увидим, что между ними вот в этом цикле было около года времени. Причем первая свеча случилась в первой фазе булрана, а вторая в хвостовой части второй фазы. Во втором цикле все точно так же. Первая свеча случилась в первой фазе, а вторая свеча в хвостовой части второй. Но есть изменения. Удлиненная часть по сравнению с предыдущим циклом первой фазы. Но третий цикл показывает еще большее изменение. Здесь настолько удлиненный цикл, что вторая свеча уже не во второй фазе, а как будто бы в третьей. Произошел значительный сдвиг. И это означает, что каждый цикл не только теряет в доходности, но и растягивается по времени. Исходя из доказательств, которые у нас есть на графике, мы видим, что каждый цикл отодвигает эти январские свечи ближе к вершине цикла. Просто заметь, как долго мы еще росли после второй январской свечи вот здесь. И как в этом цикле от второй январской свечи к вершине цикла прошло уже меньше времени. И как в этом цикле, в третьем, вторая январская свеча случилась чуть ли не на самом пике рынка. Не нужно быть гением графиков, чтобы понять. Каждый новый цикл при достижении второй январской свечи на Булране теряет момент. Рынок теряет силу, покупатель сдувается быстрее. Поэтому я не удивлюсь, если наша следующая вторая январская свеча этого рыночного цикла окажется либо уже на пике цикла, либо рядом с этим пиком. Я надеюсь, ты понял, о чем я это довольно сложно объяснить. Но возможно понять, если разобраться. И сейчас я задумался, что возможно четырехлетний цикл уже давно превратился в восьмилетний, начало которого было положено в 2021 году. И этот восьмилетний цикл, хотя и будет расти, но в целом его движение будет менее взрывным, чем раньше. И со стороны будет казаться растянутым растущим боковиком. И это хорошо, потому что это избавит рынок как минимум от половины мошенников и скамеров и бесполезных монет, которые ничего не делают и ничего не решают. Все они обанкротятся, что будет очень здорово. 95% минимум альткоинов перестанет существовать. И после этого криптовалютные и блокчейн инновации будут просто невероятными. А качество рынка выйдет на совершенно новый уровень. И вот тогда криптовалюта создаст новый цикл. Цикл, которого мы раньше никогда не видели. Весь этот 14-летний цикл, который мы уже прошли, может повториться после того, как произойдет этот восьмилетний цикл вымывания бесполезной, опасной и вредной криптовалютной пыли с рынка. Это станет буквально самым здоровым событием за всю историю биткоина. Глобальная криптовалютная чистка. Кстати, фондовый рынок уже неоднократно совершал подобное движение. И на фондовом рынке оно обычно происходит раз в 30 с лишним лет. Судя по всему, на криптовалютном рынке оно будет происходить раз в 14 лет. Так что нас ожидает полный флэш-аут. И это то, что нужно криптовалюте, если честно и похоже, она готовится именно к этому. Так что, если ты еще раз внимательно посмотришь на эти январские свечи, ты осознаешь эти доказательства еще яснее. Если честно, я просто в восторге от этого графика. Но сейчас все наше внимание будет приковано к следующей, второй январской свече. На этом был ранее. Жми на кнопку подписки, колокольчика и лайка. И мы с тобой увидимся в следующем видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok